Наташа Слушай, мне было так одиноко, даже домой не хотелось возвращаться Ты все-таки злишься, что я уехала, да? Нет, что ты, ты все сделала правильно Просто я хочу, чтобы ты знала, что бы ни произошло, я люблю тебя И ты единственная любовь всей моей жизни Хороший мой, родной Как хорошо, что у меня есть ты Подожди, я на секунду, хорошо? Я быстро Ну, что? Рассказал? Нет, не рассказал Расскажу, когда буду готов Максим, я все понимаю, я вот только одного понять никак не могу Почему я должна в этом участвовать? Почему я должна покрывать тебя? Почему я не должна говорить Наташе правды? Какую правду? Я сам все расскажу Я думаю, мне лучше уйти Наташа Пока ты была в отъезде, я... Я был у Люси Зачем? Ну, она позвонила Попросила помочь Ей было плохо Приезжал ее муж, устроил погром Она плакала А скажи, а Ей действительно нужна была помощь? Или она Она это все придумала, чтобы тебя в гости заманить? Я думаю, второе Послушай, не общайся с ней Ни к чему хорошему это не приведет Наташа, милая моя Да я не собираюсь с ней общаться Я вообще не хочу ее знать Я... Ты же знаешь Для меня важна только ты Знаю Знаю Но... Что но? Я ночевал у нее В смысле? Я не знаю, как это произошло Подожди, подожди Ты... Ты что, мне хочешь сказать, что ты... Ты мне изменил? Ты это хочешь сказать? Наташа, прости Наташа, я не знаю, как это произошло Правда, я... Я ничего не помню И... Ты же знаешь Мне не нужна никакая Люся Да убери ты свои руки Убирайся отсюда Из моей жизни тоже убирайся Наташа, прости Я сказала, уходи Ты предатель Наташа Прости Музыка 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 КОНЕЦ Ключ 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 Темной ночкой Да С нежной блюгой Все дороги заметет За ней сядет он С подругой Тройками Ай, Кармен Богатая Кармен Эй, янще Гони-ка к яру Лошади, брат, не живей Наталья Ивановна, добрый день. Хотя, что это я, какой он добрый. Мы все вам очень сочувствуем. Очень жаль Дмитрия Семеновича. Спасибо, Кармен. Мы даже не думали, что вы придете сегодня на работу. А я ненадолго. А когда будет Максим Леонидович? К нему скоро клиент по записи. С сегодняшнего дня Максим Леонидович больше не работает здесь. Как не работает? Так, я его уволила. Во собственному желанию. Его, конечно, желанию. Так что позвоните, пожалуйста, в отдел кадров и просите, чтобы подготовили все соответствующие документы. Хорошо. Здравствуйте, Максим Леонидович. Здравствуйте. А сказали, что вы здесь больше не работаете. Наталья Ивановна распорядилась табличку снять. Может, ошибка какая? Да нет. Раз Наталья Ивановна распорядилась, значит, ошибки нет. А с этим-то что делать? Не знаю. Выбросите куда-нибудь. До свидания. Вот ключ. Я сделал дубликат, откроешь им входную дверь. Угу. Собакам я дам снотворное. Завтра ночью я жду тебя за углом в машине. А с какой стороны? Я ведь не видела дом снаружи. Выйдешь сразу направо. Угу. Не бойся, все будет хорошо. Скоро ты будешь на свободе и рядом со мной. Угу. Подожди. Барон. Спасибо тебе за все. Спасибо большое. Даже если завтра у нас все провалится. Я никогда не забуду все, что ты для меня сделал. До завтра. До завтра. До завтра. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все было ложью. От начала и до конца. Максим. Привет. Ты что здесь делаешь? Я... Я пришла оказать тебе поддержку. Я узнала, что Наташа тебя выгнала. Ей и Рита проболталась, да? Я сам скажу. Я Наташу не обманул. Угу. И что теперь? Ничего. Шла как-то отсюда, Люся. Максим, я же... Я просто хочу быть с тобой, ты же знаешь. Я не могу уйти. Знаешь что? То, что между нами было, это моя большая ошибка. Больше это, разумеется, не повторится. Наташу я люблю, а тебя нет. И что? Ты что будешь ее умолять на коленях о прощении, да? Чтобы она тебя вернула? Да. Нет, не буду. Гордый, да? Нет, не гордый. Просто она меня не простит. СМЕХ 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 Наташ. Наташа. Наташа. А я тебе вот чайку принесла. Выпьешь чай. А может что-нибудь покрепченого, чтобы страсть снять? Не хочу, Рита. Я вообще ничего не хочу. Ну, хорошо, тогда займись работой. Ну, помнишь, ты же сама говорила, что работа это лучшее средство депрессии. Бесполезно. И та ситуация не поможет. Я вообще не знаю, как я это пережила. Ну, хорошо. Дима умер. А Максим меня убил. Алло. Да как ты вообще смеешься дозвонить? Он здесь больше не живет. Все. Кто это? Люся, а? Вот хамка выросла. А что ж ты мне трубку-то не дала? Все, успокойся. Многочести для нее. Так, ну, все, Наташ. Пора на похороны собираться. Вставай. Пора на похороны. Попробуйте пирожки Димыны любимой. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Мой Дима, простите. Не могу. Все, девочка, держись. Держись, милый. Держись. Семен Кузьмич, мне очень жаль. Позвольте мне, Семен Кузьмич. Возможно, Дмитрий был не безупречен, но он был щедр к тем, кого любил. Веселый, светлый человек. Вспоминаю тот момент, когда Андрей ушел из дома. Дмитрий всю ночь искал его, нашел и уговорил вернуться домой. Вот таким человеком он был. Мне Дима говорил, что его постоянно мучает чувство вины перед своим сыном и моей сестрой. Это правильное чувство, честное. Потому что она заставляет исправиться. Давайте помянем Дмитрия. Человека, который всю жизнь стремился стать лучше. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну, а как все прошло? Посидели немного. Диму упомянули, а у Семена Кузьмича сердце прихватило. Вот разошлись. Господи, какой ужас, а? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Это что? Наташа, еще ведь месяца не прошло после вашей свадьбы. А какие еще варианты? Я их не вижу. Одного вот не могу понять, зачем он меня 20 лет ждал, чтобы сразу после свадьбы изменить? Ну, подожди, подожди, не руби так с плеча. Может, это все-таки Люся виновата, а не Максим? Нет, Рита, виноват Максим. Он сам к ней пошел. Его туда никто не тянул. Наташа, развод это навсегда. А вы любите друг друга. Ну, а я не знаю уже теперь, вообще, что это? И есть ли это любовь? Тебе не стыдно? А почему мне должно быть стыдно? Я всегда западала на него. И что, я должна была послать свою любовь куда подальше? Да ты что, с ума сошла? Ты же ему посыпала что-то в чай. Да ничего я ему не подсыпала. Мы переспали, потому что оба этого хотели. Вот не ври сейчас. Максим любит Наташу, а ты его заманила сюда обманом. Это же надо было сказать. Леша пришел, скандал ей устроил, а? Откуда ты это знаешь? Да хватит! Хватит спокойно. Уже все знают. Нам с матерью стыдно людям в глаза смотреть. Ты что, больная? Слушай, давай ты полегче совсем уже. Я тебе сейчас покажу полегче. Бить будешь? Буду. В детстве тебя не пороли, но начать никогда не поздно. Мам. Иди сюда. А ты не мамкой. Не мамкой. Сюда иди, скандал. Слава богу. Слава богу. Боже, какая красота Привет, Андрюшка Моя хорошая Можно я тебе ножичку возьму Моя хорошая Какая ты хорошенькая А как зовут? Наташа Да, Наталья Бондарчук Я гляжу на лицо Вроде баба интеллигентная Я решила помочь А утром смотрю, ни денег, ни корец с бриллиантами И след простыл Все украла, зараза А вы знали ее? Знал Точнее, видел вчера вечером Так Посмотрите внимательно И скажите Нет ли среди этих фотографий Фотографии подозреваемой Вот Это она Да Добрый день, Максим Леонидович Добрый Буду предельно краток Ваша супруга Наталья Ивановна Бондарчук Желает с вами развестись Двадцать лет, представляешь Двадцать лет я ее ждал Я бы так не смог Ты редкий человек Ты редкий человек, Максим А, Серега, не в этом дело Даже Я ведь ее люблю Я никого так в жизни не любил А она Женщины Существа непостижимые Это точно Знаешь, что я тебе скажу? Впервые в жизни я Свою работу буду делать С таким отвращением Слушай Так не делай Да Работа Есть работа Давай Давай Ты только Не сдавайте Любовь Это главное Все остальное Пшик Все понятно Вы что кричите Вы что тут устроили Это что такое Люди спят, между прочим Как не стыдно только Анна Петровна Угощайтесь Здрасте Приехали А ну-ка вставай И выходи, товарищ дорогой У нас проблем? Нет У нас образцовое общежитие Мадам Ой, не надо вот это Ой, Господи Осторожно, не падайте Разрешите отклониться Разрешаю Кланитесь уже На пацанах Груб Осторожней там, пожалуйста Ой, так не надо У вас прощаться Будем без поцелуев Я вставаю Я вставаю Плывите уже Только времени уже Сейчас, осторожно Идите, плыви уже Субмарина Я вставаю Максим Леонидович Максим Леонидович Ну что же так напились-то Господи, боже мой Целую бутылку выпили А? Давайте-ка вы Спать будете укладывать А? Укладываться Она со мной разводится Да? Да Знаете-ка что Ложите-ка Спать ложитесь Вот Уходит она Конечно Вы об этом не думайте Я пойду к Наташе Я с ней поговорю Я все Я объясню Не надо Я сам Все Сделаю Я подготовил заявление О разводе Можете Ознакомиться И подписать Где? Скажите пожалуйста А вы Вы были у моего мужа? Да И что Он Согласится на развод Мне кажется Нет Что значит Кажется Я Я не интересуюсь Вашим личным мнением Мне важно знать Как отреагировал Максим Нечаев На Известие О предстоящем разводе Бурно Мы с ним Хорошо Побеседовали Ваш муж Надеется Что вы Может быть Он и прав Не стоит принимать Поспешного Решения Брак Это такое дело Вы знаете Если Вы не хотите Заниматься моим разводом Я могу обратиться К другому аресту Не обижайтесь Наталья Ивановна Ну что вы так волнуетесь Ну хорошо Я еще раз Поговорю с Нечаевым И знаете Если он Все таки не согласится И придется Разводиться через суд Я вас очень прошу Найдите пожалуйста Людмилу Петрушкину Кого? Люсю А А с какой целью? Ну чтобы она дала показания Я заплачу Простите Мы кажется знакомы Нет Вы обознались Да-да Извините Я действительно Наверное обознался Ну нет Нет Мы с вами действительно Виделись У меня В моем клубе Теннисном Я дядя Иваны Подруги вашей дочери А вы Лариса Семеновна Верно? Доброе утро Максим Леонидович Хотя конечно да Какое оно доброе Вот знаете Вам бы с утра Стаканчик кефира Мне помогло Тяжело? Не то слово Чего Да-да А Да Вот пожалуйста Максим Леонидович Если вы это подпишите Развод Произойдет быстро И без всяких осложнений Это не поможет Наталья Ивановна Настроена решительно Вас разведет суд По факту Супружеской измен Да пошел-то Я рад вас Приветствовать В моем Отеле Решите Я тут Немножко присяду К вам Пожалуйста Как поживаете? Как Катюша? Ей же лучше? Вы знаете Я два месяца был В Америке По делам Отстал от жизни Все городские новости Прошли мимо меня Ой простите меня Пожалуйста Я же не сразу Вас узнала Я думала Это Очередной Навязчивый поклонник Да У такой прекрасной Женщины Должно быть Много поклонников Как вам Мой отель? О Чудесный Чудесный отель Вы знаете За последнее время Я только здесь Смогла по-настоящему Расслабиться Да За последние годы На мою семью Обрушились Обрушилась просто Череда несчастьй Дома Обстановка Нервная Депрессивная И вот я решила Сменить обстановку И перебралась На некоторое время Сюда Да А что Катя Все еще в коме? Да Такая милая Девочка Я всегда Ей симпатизировал А я искренне Сочувствую Вашей беде Спасибо Вы Можете оставаться В моем отеле Ну сколько вам Будет угодно Будьте мои гости Я благодарю вас За широкий жест Ну что вы Поверьте Это искренне А мы с вами Еще обязательно Увидимся Непременно А сейчас извините Я вынужден откланяться Пронесло Пронесло на этот раз Привет Дядь Привет Привет Ну давай Рассказывай Меня интересует Буквально все Тебя какие новости Интересуют Хорошие или плохие В первую очередь Меня интересуют Новости Относительно Натальи Бондаричук Господи Дядь Я думаю Ты уже переключился А у тебя Все тоже в голове Замуж вышла Твоя Наташа За доктора Нечаева Да Что ж К этому все шло Утряная женщина На что ты вообще Надеялся Ладно Что там У ворошиловых Я слышал Катя так и не пришла В себя Да Я искусственно Поддерживают жизнь А ее муженек Каждый день Бегает к ней В больницу И сидит Возле этого истукана Она Он ее любит Это естественно Да уж Романтика Только все равно Рано или поздно Ее отключат Да Ворошиловым Живется Непросто О даже Ты не представляешь Себе дяди Насколько Такое впечатление Что всю семью Ворошиловых Прокляли Катя мумия Отец инвалид Отец Андрея Дмитрий Недавно разбился В автокатастрофе Но самое интересное Это мамаша Лариса Семенова А что с ней А ее посадили Как? За что? За покушение на Андрея Она сумасшедшая Оказывается Она всю жизнь Ненавидит Бондарчуков Ее посадили И она сбежала С тюрьмы И снова покушалась На Бондарчуков На этот раз уже Правда ничего не получилось Но ее так и не словили Она в розыске Жалко конечно уезжать Но придется подыскать Другое пристанище Слава Богу Артур ничего о тебе не знал Но если мы не хотим Встречи с полицией Надо торопиться Кто там? Войдите Вы Лариса Семеновна? Да Это вам Но я не заказывала Это подарок От владельца отеля Спасибо Вы сегодня Андрей Если бы не ты Не видать мне пятерки поправ Ой Перестань Спит Перестань Хочешь подержать? Конечно Держу Ой ты моя хорошая Андрей Ты такой счастливый Что она у тебя есть Такое чудо Да Не знаю Что бы я без нее делал Это потому что В ней Продолжает жить Моя Катя Я не вовремя Да нет Нет что вы Я просто собралась Прогуляться А кстати Спасибо за букет Он чудный Вы лучший Хозяин отеля В городе Бариса Семеновна Вы мне Вы мне Льстите Да что вы Букет вам Судя по всему Не понравился Как и Отель Тоже Очевидно А куда это вы Собрались Неужели прогуляться С такой Внушительной Сумочкой Ах да 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 Я понял Вы Съезжаете Я не понимаю О чем вы говорите Что за странные намеки Даже если я Собираюсь съехать Это мое личное дело Я не понимаю Что вы себе позволяете Я знаю Что ты в розыске Давай Рассказывай все Или я вызову полицию Дома в ту пору Без дела Злая мачеха сидела Здравствуйте Привет Чем занимаетесь Катя Пушкина читаю Она любила в детстве А ты почему Без Наташеньки Она уснула По дороге Я ее во дворе Оставил со своей Сокурсницей Полиной Понятно Но когда малышка Проснется Я обязательно Принесу ее в палату Да уж ты принеси А то Уж давно ее не видел Соскучился Обязательно Увидитесь Андрей Посмотри на кого Я стал похож Ужасно Ужасно Помочь тебе с внучкой Не могу На похоронах Лучшего друга не было Это вообще Перестаньте Вы Очень нужны Кате Я не преступница И не сумасшедшая Мне пришлось Пойти на это Я ненавижу Бондарчуков Они мои кровные Враги За что? Когда-то Наташка Сломала жизнь Моему брату Но я не мстила Нет Я держала себя В руках Потом они Заманили в сети Мою дочь И вот этого Я уже простить Не могла Я прошу тебя Отпусти меня Дай мне возможность Уйти Ну какая тебе Выгода От того что я окажусь За решеткой Я найду возможность Отблагодарить тебя Хорошо Хорошо Я помогу тебе Достану документы Помогу скрыться От полиции Что ты хочешь взамен? Того же что это? Отомстить Наталья Бондарчук Унизила меня Пренебрегла моими чувствами А такое не прощает Я даю тебе Карт-бланш Делай что угодно С ее мужем С сыном Родственниками Бизнесом Только не трогай Наташу С ней я разберусь сам Она моя Значит порвал На мелкие кусочки Да Ну что ж Придется задействовать Люсю Я был у нее Пытался уговорить Дать показания в суде Бесполезно Что она отрицает Связь с Максимом? Это Люся Несет Чушь О высокой любви Ну почему же Чушь Вы не верите В любовь? Я верю Но не в данном случае По-моему Эта девица Открыла охоту На Нечаева Ладно Для меня самое главное Развестись И так можно быстрее Подумайте Как еще можно Ускорить мой развод Я подумаю Да, да, да Сашка, здравствуй Привет Спасибо Спасибо, Ирочек Ну как ты себя чувствуешь? Нормально Ты знаешь Я очень доволен тобой Процессы реабилитации Проходят отлично Если динамика Будет такой Меня не интересует Мое здоровье Меня интересует Катя Коль, скажи Можно ли ускорить Получение донорского сердца? Нет, Саш Ни за какие деньги Кроме того Ты как врач Должен понимать Что вероятность того Что Чужой орган Приживется Крайне мало А скажи А если донором будет Ближайший родственник? Ну тогда вероятность Успеха вас заставит в разы Ну рассказывайте За время вашего пребывания На посту Не случилось ли чего-нибудь Необычного? Ну, значит Вот как вам Он ночь на дворе А жильцы так и шастают И если бы только жильцы Анна Петровна Ну говорил я вам После десяти Двери изнутри запирать Максим Леонидович Я настырная Потому что я люблю тебя Люсь, ты не любишь Люсь, ты не любишь меня Ты как капризная девочка Пытаешься добиться своего А как ты не поймешь Я люблю свою жену Я не собираюсь с ней разводиться Придется развестись Ты ей не нужен А что? Ээээ... Гости что ли у кого-то? Ну не год она Это ли Люська Прорвалась Совсем совесть потеряла Наглая такая. К Максиму, что ли? Так вы бы ее не пускали. Мне силу применять, что ли? Ой, Федор Михайлович, Федор Михайлович. Так. Улина Степановна, спасибо большое. Дайте мне вот этот элементарь как раз и подойдет. Идите в кабинет ко мне, ждите меня. Слушай, Люсь. Ну, пожалуйста. Максим. Значит, ты все-таки здесь, дрянь, а? А ну, это что? Что вы делаете? Еще ничего не делаю, я сейчас начну делать. Пошла вон отсюда, шалава! Вы быстро вон отсюда из общежития! Вот чума. То, словно тень, шагаю рядом, То вспыхну искоркой в рассе, То вдруг осыплю листопадом, То стану горечью в слезе. И, как сказать тебе, не знаю, Что я люблю тебя давно. И лунным светом обнимаю Через открытое окно. И, как сказать тебе, не знаю, Что я люблю тебя давно. И лунным светом обнимаю Через открытое окно. Немедленно прекратите играть! Ты зачем устроил все это представление, а? Хотел сказать тебе, что Я люблю тебя. Максим, уходи, пожалуйста. Мама, Считай, что Максим мой гость. Я ведь тоже здесь живу. Зря вы так. Знаете, как долго нарепетировали? Он хотел вас порадовать. Извините. Добро пожаловать. Если не ошибаюсь, Софи. Мне Артур звонил, говорил о вас. Меня зовут Мишель. Я стилист, режисс, парикмахер. Один из лучших в городе. Значит, хотите кардинально сменить имидж, да? Да. Повернитесь в профиль, пожалуйста. Так. Значит, полное обновление. Полнейшее. Мне нужно кардинально изменить образ. Материал, видно, хороший. Податливый, главное. Сделаю все, что в моих силах, и даже чуточку больше. Ну, я надеюсь, вы меня не изурадуете. Я уверен, вы себя не узнаете, но Артурику понравится. Присаживайтесь, яс. Мигом. Ага. Сомневеки, мадам, вы обворожите. Да я просто в восторге. Я так вам благодарна. Нужно сообщить Артуру. Я наберу. Угу. Алло. Артур. Ваш заказ выполнен. Угу. Угу. Ну, как? Потрясающе. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ты получишь новый паспорт Ларисы Ворошиловой больше нет. Я хочу выпить за наш союз. Никто не уйдет от нашей мести. Да здравствует София Готье. Пожалуйста, вот ваш столик. Присаживайтесь. Спасибо. Чёрт, осторожнее. Опять твой фокус? Нет, мы с Ромой договорились. Здесь встретиться. Я ведь не знал, что ты здесь будешь. С Ромой. Интересно, а меня Андрей пригласил пообедать. Угу. Смотри. Он мне пересел. Беседует. Слушай, Наташа, я не хочу с тобой разводиться. А ты можешь не разводиться, я сама с тобой разведусь. Нет, пожалуйста, Наташа. Я ведь люблю тебя. Мне кажется, нет повода, чтобы развестись. А твоя измена – это не повод? Слушай, да, я виноват, но я совершил ошибку. Ты что, не сможешь меня простить? Нет. Если у тебя есть хоть капля совести, ты дашь мне развод и оставишь меня в покое. Наташа. Музыка. 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 Музыка.